Я не могу описать, потому что там полная темнота и отсутствие слов Then things explode Вещи взрываются In a beautiful way Очень красивый способ Очень помогает услышать свою душу, между прочим Моментальное вознесение И это реальная духовность? Вот это вот, вот это вот все, корзиночки с цветами Ты готов пойти туда даже, где немножко страшно Я всегда говорю о том, что ты не можешь быть наполовину там, наполовину там Вот это время сидения на заборе закончилось Когда вы поймете, что там жизни нет, а впереди жизнь есть И тогда вы сможете пойти дальше Я, конечно, никого не вижу Потому что мне вот этот фонарь светит в лицо Вот Но я очень рад приветствовать вас всех Здесь есть разные люди Мы познакомимся каким-нибудь образом, я думаю Здесь есть участники нашей программы С маэстро Робертом Хейкоксоном Который мы записываем прямо здесь Поэтому вы просто внутрь съемочной площадки пришли И для тех, кто смотрит нас в записи Вот примерно так это все и происходит Есть те, кто услышали от кого-то, что кто-то будет давать какую-то встречу в Убуде А есть те, кто знают меня Каждый год Это мой четвертый год на Бали Был перерыв Два с половиной года И это, конечно, удивительно Сюда снова вернуться Каждый год мы с друзьями проводим встречу Не знаю, зачем мы это делаем Потому что Бали это довольно специфическое место Я думаю, что у вас у самих есть уже какое-то впечатление от острова Кто здесь дольше живет Кто только приехал Оно меняется Но впервые, наверное, я могу достаточно уверенно сказать Что мне здесь как-то наконец-то стало по-родному Потому что первый год, когда это был 17-й год, очень давно И я приехал сюда И, как всегда, люди приезжают на остров После какого-то, бывает, эмоционального переживания Кто такой? Хорошо И ты не совсем понимаешь, куда ты попал Потому что, с одной стороны, вот это принудительное расслабление того, что здесь происходит Оно иногда идет прямо поперек нашим спазмам, которым мы нарабатываем за нашу жизнь в цивилизации У меня была реакция еще другая Что мне казалось, что слишком все просто Слишком все, ну, немножко так Как будто бы не по-настоящему Как-то остров грез Какие-то идеи, какие-то планы Какие-то все, все что-то из себя представляют Но как будто бы ничего не происходит И мне даже какое-то время хотелось с этим островом как-то ввести внутреннюю дискуссию Потому что я так говорил Ну и что? И это реальная духовность? Вот это вот, вот это вот все, корзиночки с цветами Вот это вот, это все, что нам нужно знать о спиритуальности Вам весело Но потом я понял, что этот остров никакого отношения к духовному процессу не имеет Я сейчас поясню, что это значит Когда мы говорим об духовном процессе Мы подразумеваем волю человека, интенцию человека Идти в слияние, идти в узнавание, идти в контакт С, во-первых, своим собственным духом Тем, что говорит или поет или проявляется внутри него Но также и, конечно, с высшими аспектами себя Это то, что он называет Богом С более плотно организованными аспектами себя То, что мы называем планетой Земля Это тоже мы просто по-другому организованы С другими ритмами, с другими вибрациями Здесь нет никого, кроме нас Человек придумал это все Остров Жабали для меня представляет Энергию Ориджина Энергию исходного кода, что ли У нас прекрасный есть проводник здесь на острове Который помогает нам со всеми нашими ретритами Его зовут Агус, он болеец И он сказал на последней поездке У нас был ретрит, у нас будет еще один ретрит в январе Пожалуйста, посмотрите по ссылке Информацию И он сказал, что вполне вероятно Что здесь была одна из Атлантид И это то, что какой-то пазл для меня дополнило Поскольку, когда древние жили Когда жизнь зарождалась И когда были наставники со звезд Это очень эзотеричная информация Можете не слушать Когда пришли вот эти владьях в каное со звезд Наши звездные родители Кто-то говорят, что это были плеядцы И дали импульс жизни на Земле Ученые вместе с эзотериками И вместе с коренными племенами в разных частях мира Которые никак не сообщаются на первый взгляд Говорят, что это было примерно от 60 до 40 тысяч лет назад Появились первый континент Лемурия И впоследствии, как мы знаем из мультика Моана Великого духовного источника духовных откровений Те, кто жили на острове Со временем стали мореплавателями Что побудило их? Ученые говорят, что когда-то Гавайи были выше Это была огромная гора, самая высокая в мире Постепенно она начала ходить под воду И Гавайи были первой Лемурией И те жители континента, которые вот этого первичного Они стали мореплавателями, они стали плыть И, конечно, они селились на островах Что отличает исходное знание? И это вот самая такая моя любимая тема Про взрослое сознание и про детское сознание Вы вспомните детский садик? Что такое детский садик? Вот если одним словом Вседозволено, хорошо Квачковая икра Тебя обманули Это была Ниана Беззаботность Хорошо, с точки зрения структуры Что такое детский садик? Первая сепарация от мамы В каком у вас воспоминании от детского садика? Ужасное Что это? Это первые правила Это первая организованность Это распорядок дня Помните, да? И это определенный набор ритуалов Что мы делаем? Вот на горшок, вот поесть Вот почитать, вот поспать Да? Как можно назвать еще ритуал? Церемония Потому что все это, это некая церемония Вот мы пьем это какао с комочками Вот мы едем эту кашу с комочками Вот мы спим на этой подушке с комочками Полные комочки Бали переводится как церемония Как подношение Как вот это действо Все древние культуры Которые ведут свое родословное Вот от оригина, от начала Они имеют в себе Очень большое уважение к ритуалу Ритуалу контакта с землей С небесами, с водой Совсем на свете Ученые скажут, что здесь даже не индуизм Здесь куда более древние системы верований И они как бы корнями идут в такую далекую-далекую древность Когда человечество только зарождалось в том виде, в котором мы его знаем сейчас Многие могут сказать, что человечеству миллион лет, миллиард лет Эти все вопросы абсолютно верные Если мы выходим за пределы конкретно этой планеты Земля Потому что родословное человечество Это многие планеты свободного выбора По всему космосу Можете это тоже не слушать Ученые говорят о том, что где-то от 100 тысяч лет назад до 60 Вдруг произошло сокращение видов человеческих существ Потому что котиков много разных Пятнистые, всякие разные, большие, маленькие Львы, тигры Человек один Что-то сократило вариативность И вывело один вид Оставило один вид Что-то наделило его способностью Не просто к метамышлению Но добавило к его уже эволюционным способностям Возможность двигать вибрацию Возможность управлять энергией Возможность буквально управлять тонким планом Буквально нас включили Уже совершенное биологическое существо Включили в космическую Вот это вот Космический миниджек Добавили нам И мы Начали двигать энергию Когда человек обнаруживает Что мир огромный Что все небезопасно Он хочет как-то договориться Более того, он, конечно, интуитивно понимает Что у него есть эта сила Я говорил об ангельском инстинкте Очень часто О том, что у нас есть Память Клеточное Подсознательное О том, что мы более могущественны Чем нам кажется Что мы можем двигать энергию И человек Находит первые способы договариваться с миром Конечно, не сам Потому что есть всегда воспитатели Есть наставники И они были И они передавали знания Они передавали ритуалы И это есть в каждой традиции Информация о звездных наставниках Куда ни приедь Везде какой-то Жили себе жили Везде приехал какой-то Бородатый чувак И передал знания Или с головой птица Или еще кто-то Обязательно кто-то пришел И чему-то научил Кто это были? Кто были библейские патриархи? Мы думаем, что они были евреями? Нет Тогда еще не было такого народа Это были шумеры Это были, возможно, до Это были лемурийцы Мы знаем, что Тысячи лет жили первые Ну, по Библии, да Люди Первые по Поле-тоисчислению Библейскому, конечно Откуда они пришли? Это были либо потомки богов Да, богов, что значит? Звездных родителей Либо их ученики Которые знали, как омолаживать себя Как сохранять знания Как передавать знания Как, соответственно, все эти вещи Как заботиться о человечестве Но потом В какой-то момент человечество И как любой ребенок говорит Так нет, я хочу сам Я хочу вообще сам все решать Вы мне тут не Все нормально Вы мне тут не Указ Но Истинная мудрость Заключается в том, чтобы Расти Взрослеть Но при этом Сохранять Связь И этот остров Он удивительен тем Что люди здесь Не потеряли эту связь И более того Не потеряли ее Вследствие большого количества Интервенций Нападений Попыток размыть Эту систему ценностей И систему верований Они остались Вот такими Кому-то может показаться Что они Такие достаточные Ну, такие дети Это отчасти правда Но и это И это место Где Естественные ритуалы Наших звездных родителей Сохранились Где естественное Почитание Божественности земли Сохранилось Это место способно Дать нам очень много Поскольку человечество Прожило Сложный процесс За последние Сто лет Да За тысячу лет Процесс Переходного возраста Отделения И мы начинаем понимать Что Это тоже не работает Мы не можем Исключительно Руководствоваться Интеллектом Разумом Или эго Мы понимаем К чему это приводит И когда западный человек Такой как мы все С нашим воспитанием С нашей школой Попадает сюда То возникает Очень амбивалентное Очень двойственное чувство С одной стороны Ну типа И чё Здесь делать А с другой стороны Внутри что-то Разжимается И тебе начинает Хотеться сюда возвращаться И поэтому Для меня это такой Любящий бабушкин домик В деревне Под открытым небом В который хочется возвращаться И хочется приглашать вас сюда Мы делаем ретриты Мы снимаем тут курс Мы будем еще много чего Хорошего делать А вы хотели бы принять участие В наших выездных программах И на себе прочувствовать Дыхание священных мест Нашей планеты Исцеляющую энергию Совместных медитаций И теплообъятий Мы приглашаем вас В новое путешествие Погружения на Бали Возвращение в Атлантиду Мы поедем на остров в январе С 4 по 14 Узнать подробности об этом И других планируемых путешествиях Вы можете по ссылке В описании видео Для тех кто пришел сюда случайно Меня зовут Александр Меньшиков И я не гуру Больше 10 лет я занимаюсь Самоисследованием Как и все Каждый из нас И в какой-то момент Я решил этим делиться И оказалось Что это кому-то Немножко интересно Поэтому я продолжаю делиться И какая-то частица меня Хочет чтобы В окружающем нас мире Было больше Больше честности Больше искренности Больше нас настоящих Какая-то другая частица меня Хочет устроить глобальную революцию И сознание разумеется И помочь человечеству Наконец-то делать уже выборы Не из страха Из любви И уже Свергать сначала внутреннего тирана А потом и внешних тиранов Чтобы мы могли Как-то По-другому Разрешить себе жить Потому что это то О чем я сам с собой веду Диалог Постоянный Не прекращающийся И он не противный диалог Он приятный диалог О том А как я могу жить Да А на каких принципах Я могу жить А вот все то Что выстроено Внутри меня Оно вообще можно Подвергнуть сомнению Или нет И оказывается Что не я Даже хотя я там Иногда себя считаю Каким-то умным Ни черта не понимая Мир Не мир Само себе Еще ничего не понимает Это мы такие дети Которые по традиции Живем в каком-то Очень странном обществе В котором человек Очень плохо Может раскрыться Развиться Имеем какую-то Очень странную мораль Очень какие-то Странные чувства Эмоции Которые абсолютно не наши Да Вы ловили себя иногда На чувстве Что вы Испытываете Какую-то Должны испытать Какую-то эмоцию Кто-то там вас обидел Или что-то сказал Или предал Вот это вот в кавычках Или сделал так Как вы не хотите Или обманул вас В лучших чувствах Или что-то вообще произошло Вы вроде понимаете Что надо Испытать какую-то Негативную эмоцию А вы как-то не испытываете Очень многое из того В чем мы есть Во что мы погружены Оно неестественно Очень много внешних структур Неестественно Может казаться Что Это все должно Как-то эволюционно Происходить Но я Считаю Что достаточно Эволюции было И каждый маленький Эволюционный шаг Он На самом деле Если мы его раздвинем Да Вот этот длинный Эволюционный процесс Это маленькая революция Это радикальные изменения Это успешная мутация И есть неконтролируемая мутация Но есть одна мутация Трансмутация Алхимия Которая исключительно наша Это наше слияние с собой С правдой С сердцем С высшим я С его волей Наша возможность Открыться Впустить И виблировать этим И Эта мутация Это изменение Оно начинает Крутить Разворачивать Весь коллективный процесс В абсолютно другую сторону Потому что все что мы видим сейчас Это Мир основанный на страхе Мир основанный на самозащите На недоверии В первую очередь к себе Внутри меня есть может быть что-то плохое Поэтому Внутри другого человека тоже есть плохое Не зная себя Не знаю тебя Я тебя опасаюсь И на тебя проецирую все мои страхи Обращенные вовнутрь К себя Узнавая себя Делая выборы Не из страха А из Правды Да Даже не надо слово любовь добавлять Из правды Из себя Разворачивая в обратную сторону Обратное вращение Революция И Вот когда мы все собираемся Может казаться Что революция сознания Это должно что-то прозвучать Где-то Очень громко Чтобы планета встряхнулась И изменилась Нет Это Маленькие Незаметные Но очень Очень важные изменения Когда люди Которые друг друга Не знают Из разных мест Из разных стран Разных баллов Вокрастов Впервые за всю историю человечества Могут собираться вместе И разделять Не учение И не технику И не практику Потому что у меня ничего нет для вас Извините Ничего не приготовил Никакого Туду листа Эзотерического Но разделять Собственное переживание Божественности Которое Сюрприз-сюрприз Оказывается очень похожим И когда мы Иногда в медитациях Отделяемся Расходимся Чтобы сфокусироваться Внутри себя И потом идем В священное пространство Нашего сердца То заходя в него Мы обнаружим Огромный зал Где мы все здесь есть Изнутри Наружу К истинному соединению И когда мы все Собираемся вот так То кто-то пришел случайно Кто-то остался Потому что не отпустили Домой после записи Кто-то вынужден Сидеть на стульчике Потому что Потому что Потому что Потому что Потому что ждет Своего часа Кто-то Как Настя Вообще не может присесть Присядь пожалуйста И может казаться Что это все Вот что-то Вот как-то Совмещается Но когда мы Настраиваемся Когда мы просто Направляем внимание В себя То все вот эти Кольца Совмещаются И канал открывается Для всех нас Вот это то Что Доставляет Самое большое удовлетворение Для меня Собирать людей И с ними праздновать Делать те же самые Церемонии Которые делают Балийцы Делать их может быть Немножко на другом уровне Не через повторение Ритуала Но через алхимию Через Привнесение туда Своего сердца И своего Осознанного намерения И это Как сказать Высшая магия Которая не выглядит Как магия Потому что Здесь не нужны Пасы Кристаллы И прочие вещи Просто человек Который разрешает Себе пойти Внутри себя Открыться Увидеть Почувствовать И разрешает Своей воле Своей свободной воле Проявиться Через Через главный инструмент Магии Который у нас есть Это наша человеческая речь Мы об этом еще поговорим Отдельно Ищите видео На ютюбе Поэтому Если у вас есть Чем поделиться Что привнести сюда Что спросить Пожалуйста Если кто-то хотел Задать мне какой-то вопрос Тоже welcome Кто-то хотел Обнять меня Приходите сюда тоже Давай Можно вопрос Да Кто ты Зачем я здесь Да Отлично Как Как Отправляться С енами И отступлением Земных людей Каких людей Вообще Вообще Земных людей Я подумал Еще Инопланетян Можно Вообще Если бы Если бы я мог Выделить один вопрос Который я сам задаю себе Последний Сколько с февраля Прошло Года Прошло время Последний Год и два месяца То наверное Это был бы Этот самый вопрос Ответ будет Необычный Потому что он будет мой И я для себя нашел Какой-то Странный Полуспособ Потому что Это абсолютно нормально Когда ты Просто не можешь понять Когда какие-то вещи Происходят Ты как бы Вроде Вроде Принимаешь там Людей Любишь людей Но типа Что вы делаете Земные люди Я нашел Такую вещь Которая помогает Мне держаться И я скажу Что это И во многом Сыграл большое значение Роберт Я у него потом Попрошу тоже Рассказать про это Который забрал Меня в Мексике Научил Кентазам Цигун И каким-то Другим вещам И Я просто понял Что Ты не имеешь права Уходить в эти энергии Я сейчас поясню Что это значит Это уже не про Духовность Когда ты исключительно Следуешь за духом Отдаешься потоку духа И вот он тебя несет И тебе в этом хорошо И давай больше И давай дальше Нет Это про волю Это про духовную волю Это когда ты выбираешь Какой-то И когда ты выбираешь Какой-то Ты выбираешь Из чего ты состоишь Попсовый эзотерик Скажет Что это называется Выбирать свои мысли Это куда больше Чем выбирать свои мысли Это выбирать И выстраивать Всю твою идентичность От того Кто ты есть Это выбирать Выстраивать Все твое дерево Тебя От твоей правды И Я всегда говорю О том Что ты не можешь быть Наполовину там Наполовину там Вот это время Сидения на заборе Закончилось Ножками болтая Ты либо часть решения Либо ты несешь в себе свет И ты его держишь И ты не позволяешь Другим энергиям Прийти к тебе И остаться Прийти может Остаться Либо нет Либо тогда ты колеблешься И тогда тебя Бог не спасет Никто тебя не спасет Потому что Вся сила в тебе Здесь Вот такие духовные уроки Как этот Это уроки на выбор А значит на Богочеловеческую природу И не осуждать здесь В этом контексте Значит Разрешить себе Не осуждать Потому что Есть высшая цель Есть Higher purpose of this Есть То ради чего Ради того Чтобы ты На этом месте На этой планете Был Маленьким столбиком Островком Маячком Чего-то Даже ладно Не света Да Не всегда можем быть светлыми На сто процентов Даже если вот так Оденемся Чего-то живого И настоящего Чего-то не Самосаботирующего Иногда для этого Нужно уйти туда И понять Что там нет жизни Там нет жизни В осуждении В ненависти В очень праведном Непонимании В очень праведном Не Как сказать Офигевании От процесса Там нет жизни Там нет тебя Ты теряешь себя И я это очень хорошо Почувствовал И ты больше не можешь Позволять себе Погибать Как душа Из-за этих вещей И мы сейчас Взяли большую тему Но так же И маленькая тема Это вопрос А кто ты вообще В этом мире Ты можешь переживать Из-за своих отношений И говорить Ах так Если со мной Так повели себя То я покажу Им всем Но ты просто Навредишь Сама себе Или сам себе Это твоя жизнь И ты навредишь Планете через это Потому что Она потеряет Прекрасную Вот эту солидную Вот эту вот Целостную структуру И свет Который есть Внутри тебя Многие люди Скажут А как же Проживать эмоции Вот проживать 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 Проживание эмоций Не равно Отдаваться им Без Собственного Участия Проживание эмоций Это одно из самых Осознанных И я не буду говорить Контролируемых Нет Одно из самых Осознанных вещей Когда твоя суть Сплетается С твоей волей И ты становишься Частью этого потока В том числе Частью потока гнева И знаете Какой критерий Качественного проживания И качественной сдачи Она быстро Выдыхается Быстро не значит За минуту Или за день Или за месяц Нет У кого-то может Занять год Но оно закончится Но вы знаете Этих людей Которые год за годом Жизнь за жизнью В жалобах Пребывают В недовольстве В разочаровании В восторге В как-то В сожалении О том Сколько они упустили Какое было Вкусное мороженое Во всех вот этих вещах Вот это вот все Это на самом деле Не Как скажете Я вот проживаю эмоции И вот я такой Это как раз таки Не разрешение себе Принять весь тот Огромный багаж Чего бы то ни было Даже там уже нет боли Чаще всего там уже просто Инерция Который собственно говоря Был Был Поэтому ответ здесь Очень простой Мы перешли из эпохи Когда нужно было Следовать за божественность К эпохе Когда нужно выбирать ее И сейчас хорошее время Для того чтобы сказать Что я буду частью Частью добра И это нужно И как бы мне Вот эта внешняя структура Не заставляла эмоции Не дергала за эмоциональные крючочки Я не дамся Я буду Я буду любить И тех, и тех, и тех, и тех И тех Да, я может быть возьму большую дистанцию Да, я может быть не захочу что-то С чем-то контактировать Дистанция это единственное чем вы управляете Большинство наших эмоций Это дистанция А не сам наличие Люди говорят Я тогда вообще не буду с ним общаться Я тогда вымару его из своей жизни Или человека Или страну Или людей вообще Какой-то нации Или вот вообще Пол людской Да, мужчин или женщин Вот все Никогда больше Ты уже здесь Ты не можешь ничто удалить из жизни Эта функция не работает Она отключена Ты можешь управлять дистанцией И не внешней Но в первую очередь внутренней Поэтому Собери с себя И прими решение По поводу того Кто ты есть И со временем Потихонечку Ты просто не захочешь возвращаться Многие люди думают Что человек пробужденный Который Которого оскорбляй Или бей А он такой типа Все цветы Да, вокруг Что он такой Весь внутри Проработанный Что он так вот У него такой вот Как-то Strong connection с Богом Да нет Просто очень часто Ему лень возвращаться Потому что Один раз покинув Вот эту тюрьму Принуждения Эмоционального Что-то реагировать Тебе просто Не хочется больше Тебе просто Больше не хочется Вот такой ответ У нас есть маэстро Вы можете задать вопросы Также ему Если кому-то интересно Роберт Хейкаксон Который сидит Рядышком Это Автор музыки Ко всем нашим программам Которые вы слышали Когда-либо от меня И Это то, что Максимально резонирует С музыкой моей души Поэтому я использую ее везде Знакомство с ним У вас можно записывать программу Это так Наполняюще Для моего сердца Поэтому мне очень радостно Что он есть здесь Роберт Хоксон А у вас есть вопросы Может быть какие-то Я могу просто поговорить Я могу играть Я могу играть Я буду смотреть Я буду транслятор Или ты можешь по-английски задать Ты нет Давай, хорошо Я тоже начала играть на пиано Буквально пару месяцев И мне интересен такой совет Для начинающих Я начал играть на пиано За несколько месяцев И мне нужна помощь Окей Такой совет Для человека Который хочет воспроизводить Свою душу через музыку То есть у меня вот Производит Она хочет express Свою душу С музыкой Какой-то совет Для начинающего Музыканта Как вы можете Свою душу Как вы можете Свою душу Свою музыку Это не музыка Это легко Нет, нет, нет Я могу сказать Что Чтобы действительно Привнести музыку Из своей души Я могу сказать Для того, чтобы действительно Привнести музыку Из своей души Вы должны участвовать Свою пиано Тебе нужно стать единым с фортепиано, чтобы играть на любом музыкальном инструменте достойным образом. Самая большая мощная вещь – это стать единым с этим инструментом. Когда я играю, я в другом мире, и пианино, ты к этому миру тоже подключена. Я практически не играю музыку других людей. А тридцать лет я играл до... Ну, иногда да, только из-за того, когда у меня концерт с кем-то. И помимо тех кусочков, да, тех композиций, которые у меня уже есть записанными в альбомах... Я соединяюсь с тем, что вы можете назвать квантом полем. И я сфокусирован на том, чтобы привнести красоту. Ну да, иногда, правда, приходится для фильмов, например, записывать музыку. Ты в порядке сейчас? Ты в порядке сейчас? Да. Пробудиться немножко. Ну да, и по мере того, как я практикуюсь и изучаю вот этот словарь... Это как я говорю с вами. У него есть много слов, чтобы сказать. И тогда уже могут бессознательные вещи прийти, когда есть из чего выбрать. Если вы хотите говорить с уровня души, неважно, чем вы занимаетесь, любой вид деятельности, тебе нужно убраться с пути, чтобы это прям прошло должным образом. Есть кое-что, что я делаю, вы можете найти объяснение этому на моем сайте. Там еще есть английский, русский, французский, испанский и русский. Я ченнелю, привношу из тонкого плана композиции для людей. Называется шедевр для души. Да, мне достаточно по фотографии посмотреть, и приходит музыка, которая не просто их, а еще и поможет им. И нужно убраться с пути, чтобы правильная музыка пришла. И когда я вот ухожу... И оно вот прям приходит, я даже не знаю как. Но только если я позволю. Если я начну думать... Да, если я начну думать... Это пойдет все не так. Да, это пойдет все не так. Может быть, мы можем принять что-то для зрителей сейчас? И Бали, и антураж, который здесь? Конечно. Хорошо. Я играю что-то, что прямо сейчас пришло. Когда у меня две тысячи человек, я иногда вот кого-то выцепляю из аудитории и вот рядышком садаю или с другой стороны. И на уровне души я соединяюсь. Я делаю это с чистым намерением, чтобы что-то пришло, что поможет им. Это может помочь им войти в баланс, в хорошее здоровье. Любовь к себе может пробудить. Да, 80% всех проблем. Да, мы не любим себя, большинство из нас. Хочется. Все что угодно может быть. Да. Да. Он любит, когда я говорю истории. Я люблю, когда он говорит истории. Это может быть очень стрёмно. Когда несколько тысяч человек, и я кого-то вот цепляю, и ничего не происходит. И я просто бринчу что-то себе. Извините, это вот ваша композиция. Это в Зальцбурге было, в Австрии. Это очень особенное для меня, потому что это когда Моцарт был там. Да, это особенное место, потому что Моцарт был там. Я привезла этого человека на сцену, женщину, я никогда не видел ее в жизни. Да, я женщину призвал на сцену, которую я никогда не видел в своей жизни. И я на нее смотрю и думаю, так, она точно из Австрии или из Баварии. Когда я начал играть, пошла музыка, которая звучит как вот Средний Восток, как арабская немножко. И вот на мгновение я начал сомневаться. Что я играю такое? Оно вообще не похоже. Не подходит. И я разрешил этой музыке происходить. И когда закончил, я обнаружил, что она из Турции. Это как бы одно из объяснений. А потом оказалось, что она молодой композитор. И целое поколение, вся семья была в музыкальной индустрии. И когда ее дедушка был жив, он тоже был композитор. И что пришло через меня, это его композиция. Его композиция. Вот его... Он не знал его, но его музыка пришла. Почему это так особенно? Почему это так важно? Потому что она научилась сочинять музыку. И она тогда поняла, что ее дедушка еще был там, не в физике, но он там, смотря на нее и помогая ей. И потом я уже делал концерты с ней. Я и делал для нее еще одну ченнеринговую музыку. И еще больше музыки. У меня есть друг, который прям магию творит. Я забыл ключ в номере. Он взял свой ключ. Он погнул свой ключ и дверь открылась. Энергетически. Это очень стремно звучит для вас, нет? Он сделал так, чтобы ключ стал един с замком. Ну да, это вот как в квантовой физике. Я идеальный переводчик, да? Это примерно как в квантовой физике. А вот что? Смешно? 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 Хороший? Смешно? Смешно? Что случилось, когда я привожу человека вверху и делаю это только для них? Многие люди говорят, «Смешно, что музыка для меня было для меня». Так что каждый может чувствовать, что это для них, что это для них, на другой уровне. «Смешно?» Смешно? «Смешно?» Смешно? «Смешно?» 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 «Ща» «Смешно?» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА ПОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА ПОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОЙНАЯ МУЗЫКА ПОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОЙНАЯ 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 МУЗЫКА